Итак, я сижу в своей машине на перекрестке и жду, когда загорится зеленый свет. И в этот момент в голову приходит вопрос. Хм, а почему, собственно, зеленый? Почему не синий или фиолетовый? Почему определенные предметы окрашивают в какой-то конкретный цвет? Интересно, на сколько вопросов я сумею найти ответ, пока не загорится нужный мне свет светофора? Давайте начнем. Зеленый свет, как разрешающий сигнал светофора, появился потому, что в начале 19 века на тяжелых фабричных машинах горели зеленые огни, которые предупреждали рабочих, что оборудование включено. Впоследствии, когда появились светофоры, любой другой цвет мог бы восприниматься неправильно и привести к несчастным случаям. Поэтому зеленый значит вперед. Красный свет светофора. Красный ассоциируется с тревогой. Как, например, когда бык видит красную тряпку, только вот быки не различают цвета. Как бы то ни было, красный находится на противоположной стороне от зеленого на цветовом круге. А стопы вперед противоположны по смыслу. Зеленые деньги. Когда в США только приступили к печати банкнот, зеленые чернила были дешевле других, что позволяло казначейству экономить на производстве. Кроме того, зеленые чернила были более стойкими. Они не стирались с бумаги, даже когда та намокала. Так что если вы случайно постираете деньги в стиральной машинке, вы можете быть уверены, что краска с них не смоется. Черно-белый пешеходный переход. Пешеходные зебры окрашены так же, как и их парнокопытные тезки, потому что белые полосы выделяются на фоне темного дорожного покрытия, и на них хорошо видны пешеходы. В некоторых американских городах, таких как Эймс в Айове и Атланта в Джорджии, к вопросу подошли творчески и покрасили пешеходные переходы в цвета радуги. Но волноваться не стоит. Если полосы контрастного цвета, то это тоже безопасно. А безопасность на дороге самое главное. Желтые школьные автобусы. Дети ездят на автобусах желтого цвета, потому что наши глаза улавливают его первым даже периферийным зрением. Желтый буквально кричит водителям на дороге «Осторожно, внутри дети!». И если вы думаете, что такси желтое по той же причине, то, наверное, у вас хорошо развита дедукция. Тем не менее, вы ошибаетесь. Желтые такси. До 1905 года такси были красными и зелеными. А затем Альберт Роквелл представил линию машин с двигателями в 15 лошадиных сил, которые стали очень популярны. Он покрасил свои такси в желтый цвет, потому что это был любимый цвет его жены. Чего не сделаешь ради семейного счастья. Черные шины. На самом деле шины делают из белой резины. Как думаете, у вас получилось бы сохранить их чистыми? Это просто невозможно. Но шины делают черными не для того, чтобы на них не было видно грязи. В них добавляют углеродный наполнитель, который делает резину более прочной. Зеленый экран. У ведущего, стоящего перед диаграммой надвигающегося урагана, и принцессы, танцующие с драконом, есть кое-что общее. Они не носят зеленого, а все потому, что их снимают на фоне зеленого экрана. Технология хромакей позволяет вырезать зеленый фон и поставить принцессу или ведущего поверх изображения дракона или урагана, как если бы вы поместили бумажную куклу перед картинкой. Красный сарай. Красный сарай выглядит потрясающе на фоне зеленых холмов. Но фермеры прошлого красили сарай в такой цвет не из художественных побуждений. А если коровы не различают цвета, как и быки, тогда в чем фишка? Все дело, как вы, наверное, уже догадались, в деньгах. Фермеры выбирали красную краску, потому что сараи были огромными и краски требовалось много. Дешевле всего была красная краска, а еще фермеры носили. Синие джинсы. Левай Страус и Джейкоб Дэвис изначально сделали свои джинсы двух цветов – темно-синего и коричневого. У обоих вариантов были металлические заклепки, которые делали джинсы крепче, чем у конкурентов. Но синие джинсы стали самой популярной моделью, потому что они были прочными и при этом мягкими. В отличие от стойкой зеленой краски на банкнотах, темно-синий цвет после каждой стирки становится светлее, а ткань делается мягче. Вы знаете это ощущение. Черный пояс. Когда каратисты повышают свое мастерство, их дан растет, а пояс темнеет. Так у новичков белые пояса, а у высших мастеров черные. В прошлом ученикам приходилось перекрашивать один и тот же пояс. Естественно, с каждой покраской цвет становился темнее, в противном случае его бы не было видно. И в конечном итоге мастера красили пояс в самый темный цвет – черный. Черный кларнет. Кларнет черный, потому что его делают из черного дерева. Разве он не прекрасен? Так зачем что-то менять? Черно-белый футбольный мяч. Люди играют в футбол более трех тысяч лет. При этом о цвете мяча никто не задумывался, пока в 70-х годах 20 века Кубок Мира впервые не показали по телевидению. Тогда большинство телевизоров были черно-белыми. Поэтому дизайнеры создали мяч из контрастных шестиугольников, чтобы зрители по всему миру смогли заметить его движение на своих черно-белых экранах. А с формой футбольных судей та же история? Черно-белая судейская форма. До 1920 года судьи носили белые рубашки с бабочками. Элегантно. Но иногда их путали с игроками на поле. После того, как игроки стали слишком часто пасовать судьям мячи. Футбольный судья Ллойд Оултс разработал современный вид формы в черно-белую полоску. И раз мы уж затронули тему спорта, поговорим про… Оранжевый баскетбольный мяч. Первые баскетбольные мячи были сделаны из коричневой кожи. Да, мяч был таким же коричневым, как и деревянный пол. В 50-х годах мяч сделали оранжевым, чтобы его было лучше видно. Белая туалетная бумага. Возможно, вы видели бежевую или коричневую туалетную бумагу в отделах органических товаров. Она бежевая, потому что волокна целлюлозы, из которых делается туалетная бумага, обычно белая, а вот клей, который их скрепляет, бежевый. Некоторые производители считают, что экономичнее и полезнее для здоровья оставить бумагу такой, какая она есть. Но производители массовых товаров отбеливают туалетную бумагу, потому что белый ассоциируется с чистотой. Кстати, это относится и к белой ванне и унитазу. В наши дни туалетная бумага бывает всех цветов радуги, но будьте осторожны, у некоторых людей возможна аллергическая реакция на красители. Белое свадебное платье. Хотите верьте, хотите нет, но белый был цветом траура до того момента, как королева Виктория, одна из первых модных икон, надела белое платье на свою свадьбу и изменила традицию навсегда. Белый флаг капитуляции. Люди вывешивали белый флаг в качестве знака капитуляции еще в 25-м году нашей эры. И на то было несколько причин. Белую ткань было проще всего найти. Это мог быть парус, рубашка товарища или собственное белье. И так же, как с желтым цветом, белый легко заметить на фоне земли, травы и воды. Кроме того, белый флаг легко отличить от боевых знамен, которые обычно разноцветные. Темно-зеленая школьная доска. Раньше школьные доски были черными, потому что их делали из черного сланца. Но сильный контраст между черной доской и белым мелом утомлял детские глаза, поэтому школы отдали предпочтение темно-зеленому цвету для доски и желтоватому для мела. Помните, что желтый – это самый заметный цвет? Но теперь часто встречаются и белые доски, на которых можно писать разноцветными маркерами, что делает жизнь еще проще. Красный наряд Санта-Клауса Изначально артисты, изображающие Санта-Клауса, надевали коричневые и зеленые костюмы так же часто, как и красные. Многие считают, что красный наряд Санта-Клауса стал популярен благодаря рекламной кампании Coca-Cola. Однако журнал Harper's Weekly разместил изображение Санта-Клауса в красном за 40 лет до рекламы газировки. Людям полюбились эти картинки, и с тех пор Санта больше не одевался в зеленый цвет. Красная пожарная машина Красный цвет означает опасности тревогу, поэтому он стал естественным выбором для пожарных машин. Но в наши дни можно все чаще встретить пожарные машины салатового и желтого цветов. Длинный волн этих цветов делают их самыми заметными. Помните про школьный автобус? А когда пожарный автомобиль летит по дороге, в заметность это залог безопасности. Розовая жевательная резинка Когда Уолтер Диммер разработал рецепт идеальной жевательной резинки, которая позволяла надувать пузыри, он сделал ее розовой, потому что этот краситель оказался у него под рукой. И производители взяли это за правило, потому что розовый цвет ассоциировался с лучшей жевательной резинкой. Зачем что-то менять, когда все и так хорошо, верно? О, вот и зеленый свет. А значит, мне пора в дорогу. Если вы сегодня узнали что-то новое, лайкните это видео и поделитесь им с друзьями. А вот и другие ролики, которые могут вам понравиться. Достаточно перейти по ссылке слева или справа. Присоединяйтесь к Эдми и наслаждайтесь!